Книжка Карла Маркса С ней, как и с другими книжками, вы можете ознакомиться на марксистском кружке, придя на Пушкинскую, 25. Там в спокойном, свободном доступе за бесплатно берете, открываете, читаете, изучаете. Хотите самостоятельно, хотите вместе с марксистским кружком. Что интересного, сразу хотелось бы отметить в этой книжке, кроме года издания, военного еще издания. Здесь у Карла Маркса есть такое выражение, Deus ex machine. Переводится как бог из машины, это старое греческое выражение. Грубо говоря, в современном мире мы чаще с ним сталкиваемся в кино. По-русски это звучит «Рояль в кустах». Вот такой «Рояль в кустах» товарищ Маркс нашему гражданину Прудона. Об этом и книжка. Если кому-то вдруг не нравится старая литература, есть более современные и более новые книжки. Вот свеженькая, 2020 года. Судьба России и задачи рабочего класса. С ней также можно прийти и ознакомиться на кружке. Адрес Кушкинская, 25. В. Карком Кабанер. Карл Маркс. Нечета философии. 1941 год. Год издания. Начинается с предисловия от Института Маркса и Англиса и Ленина при ЦК ВКПБ. То есть еще ВКПБ, потому что 1941 год. В этом предисловии кратко говорится, как сводили все переводы данной книжки в один. Делали ссылочки на те книги, где Маркс ссылается на какие-то другие документы, выверяли их и переводы выверяли. Плюс, естественно, пояснение. Это кто, где, как, почему зовут, как, что переводится. То есть все это дело было проработано Институтом Марксизма и Ленинизма. Начинается с предисловия Энгельса к первому изданию. И там же есть маленькая вкладочка. Это примечание ко второму изданию. Там просто пометку, как переводили те или иные имена. Энгельс написал, как свойственно его обычной манере, он был журналистом, поэтому писал максимально четко, ясно, для всех все понятно. Очень рекомендую начинать читать книжку именно с предисловия. Он там быстренько разбирает, о чем книга. Это ответ Маркса на разбор книги Прудона «Философия нищеты». Там не только «Философия нищеты» зашла, но и еще несколько его других работ. Называется работа «Ничета философии». Предисловие самого Маркса, маленькое, коротенькое. И первая глава. Научное открытие. Первый параграф – это противоположность потребительной стоимости и меновой стоимости. Если кратко, тут пересказывается самое начало первого тома капитала, более в сжатом виде, и с определением, что такое стоимость меновая, что такое потребительная стоимость. Все эти вещи разбираются и выводятся главные ошибки Прудона. Со ссылкой на всех тех же экономистов и текстов, что в капитале Маркс, только в более сокращенном варианте. И разбирается критика Прудона в том же плане, что он не понимает, что такое стоимость, откуда и как она берется. Его основные ошибки очень полезно почитать и сейчас, хотя последователей Прудона особо не встретишь в жизни. Но зато все эти ошибки, которые он совершал, совершаются до сих пор другими людьми. Второй параграф этой главы начинается, опять же, с постулата Прудона, что есть некая синтетическая стоимость, конструированная стоимость. Тут, опять же, со ссылками на Рикарда, на Адама Смита, Маркс вводит все основные ошибки, какие совершил Прудон. Все ссылочки приведены, все указания, пояснения есть, благо книжка хорошо проработана. Разобрав основные ошибки, которые совершил Прудон именно в самом начале изучения политэкономии, то есть базовые вещи, которые есть и на котором все строится, Маркс переходит постепенно ко второй главе. Сейчас мы до нее доберемся. Не пугайтесь, что так много страниц, работа чуть больше статус страничек, всего лишь занимается на небольшая достаточно, читается легко и быстро. Рассказывается то же самое, что в капитале, только в более сжатом варианте. Третий параграф, опять же, про закон стоимости. Начинает Маркс с денег, что к чему, почему, опять же. Деньги, это у нас эквивалент товара, да. Рассматривая, опять же, что откуда берется, с ссылочками на тогдашних экономистов, откуда берется стоимость, что есть деньги. Более подробно про это разобрано в капитале, здесь более кратко. И под заголовок третьего абзаца Б, это про излишек труда, то есть, грубо говоря, то, откуда берется прибавочная стоимость. Опять же, можете посмотреть, что здесь не просто на слова, а здесь еще с примерами, расчетами, как делать вычисления приблизительно, то есть, на пальцах рассказано, что откуда берется и почему. Разобрав основные экономические ошибки Продона, Маркс переходит ко второй главе, называется «Метафизика политической экономии». Разбирается философская составляющая работы Продона, его основные ошибки, как выводится категория, откуда, что, почему, и как, запутавшись в категориях, Продон приходит к неправильным выводам. Если вспомнить работу Энгельса Людвиг Фейербах, там есть как раз момент о том, что философия фактически сводится после Гегеля к науке логики, то есть, к науке мышления. Как правильно проводить мышление, чтобы приходить к правильным выводам. Вот Продона как раз и разбирает, что он Гегеля читал, но, к сожалению, вывод его метода в толком так и не понял. Здесь есть несколько замечаний, которые как раз и разбираются, что, откуда, почему. Где философские ошибки, неправильно как они были применены к экономике, и каким заблуждением привело это Продона. Второй параграф второй главы, это разделение труда и машины. Продон, вооружившись неправильными экономическими базовыми понятиями, которые мы разобрали в первой главе, и в начале второй главы его неправильные логические построения, философские, вот он все это вместе соединил, и что мы видим, какие у Продона есть ошибки. Первое, это разбирается, что такое разделение труда, как мы к этому пришли, к этой жизни, начиная от самого первого до самого последнего момента, и в том числе, как на все это дело влияли машины. То есть, как внедрение машин в рабстве, в Римской империи, как во время Феодальной эпохи послужили мельницы, и все остальное. Опять же, разбираются основные ошибки Продона, что он где, как неправильно понял, и каким выводом пришел. Если кратко, этот параграф рассказывает о том, что такое общественные формации, и как они выходят одна из одной, и почему именно так происходит, а не как иначе. Опять же, со ссылкой на тогдашних экономистов, которые до сих пор все в быту действуют и работают, все это дело разбирается. Самый, наверное, интересный посыл в этой части, он очень актуален до сих пор. Многие экономисты, хотя и не читали Продона, так пытаются рассуждать, что если вот всем рабочим мы возьмем, одновременно повысим зарплату, это приведет только к тому, что цены на все товары одновременно повысятся, и все эти повышения не будут иметь смысла. Вот эта ошибка здесь тоже разбирается. Третий параграф – это конкуренции монополия. Тоже очень много отсылок на тогдашний момент. В этом плане у нас есть более толковая работа, более поясняющая, как оно происходит. Это империализм как высшая стадия капитализма Ленина. Там как раз разбираются монополии, которые выросли до размера государства и попытались выплеснуться за пределы собственного государства. Вот как раз про то, что монополия – это хорошо рассуждает Продон, а мы как раз на примере империализма как высшей стадии видим, что это очень плохо и приводит к империалистическим войнам. Четвертый параграф – это собственность Ирента. Продон был из тех экономистов, которые, грубо говоря, сводили, ставили в угла всего землю, на земле выращиваются продукты, продуктами всеком не вернется без земли, никуда не денешься. То есть, так называемая французская школа, когда базовая вещь – это у нас земля, от нее все шагает. Отсюда, соответственно, у Продона было не совсем правильное представление о том, что такое собственность. И Маркс это как раз внимательно разбирает по пунктам, что откуда происходит, на примерах, на исторических вещах, на ссылочках на других авторов. Пятый параграф как раз про рабочих, про объединение их в профсоюзы, что не надо объединяться в профсоюзы, это ни к чему хорошему не переведет. Опять же, Маркс дотошно с ссылочками рассматривает, почему, что где, никак неправильно, и что без рабочего движения нам никуда не двинуться дальше. Ну, опять же, Продон был утопистом, поэтому у него чуть другое было представление о том, как общество перейдет к социализму. Без значения рабочего класса, как раз Маркс здесь хорошо и дотошно разбирается. Итак, есть еще приложение, здесь два письма Маркса, в принципе, это то же самое, что было изложено в работе, только без детальных примеров расчетов, в более жадком и кратком виде. И есть еще, кроме двух писем Маркса, в приложении, это работа Энгельса, называется Продон, это была статья в газете, Генгельс, в принципе, рассказывает все то же самое, только в статье в или ином формате, то есть это маленькая краткая выжимка замечаний по работам Продона. Второе письмо Маркса. Ну и, как в хорошей советской книге, заканчивается у нас в конце указатель имен, кто, где, какой человек, и на какой странице он упоминается, и чем он знаменит свое время. И содержание, естественно. На этом книжечка заканчивается. Цена рубль 15 копеек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова